Сегодня четвертый день до терминового голосования по выборах депутата Палаты представников национального схода Республики Беларусь. Наши корреспонденты наведали некольких участков. У сего в списке выборщиков по Гомельской области крыху больше 1 млн 80 тыс. человек. 21% с их наведали выборщие участки на протягу первых трех дней до терминового голосования. Это амаль на 1,5% больше среднереспубликанского показчика. Правда, не всюду голосование проходит от нолького. В Хойницком районе, например, в делу выборах депутатов Палаты представников приняли 26% выборщиков. Еще больше – это амаль 29% на участку для голосования номер 24 Гомельской промысловой выборщей округи. В основном избиратели идут после рабочего времени, студенты, когда заканчиваются их занятия. Основная масса избирателей проходит во второй половине дня. Удельник Великой Чинной войны Михаил Ляхчылкин голосует на одном из участков Гомельской советской выборщей округи номер 34. Уродженец везки Святиловича и ТДШ Святиловицкого района он был призванный в Червоную армию 1944. После закончения войны застався во Узбройных силах. Огульный военный стаж полковников отставцы Михаила Ляхчылкина 30 годов. Правда, сегодня он узгадывает не боевый шлях, а яку першиню разом с батьками пришел на выборщий участок. Я с 26 года, помню, год 39-40, ходил на выборы с отцом, с матерью торжественной, с гармошкой, с песнями. На этом же участке голосует и студент Белорусского Гандлёва экономичного университета с поживецкой кооперацией Дмитрий Беразовский. 20 дней тому он выиграл областный этап конкурса «Студент года-2019». Дмитрий просит ветерана сфотографоваться зим на память, после чего отказывая на питание журналисту телерадо-компании «Гомель». Кажет, что зараз вельми заняты в учебе и громадской работой, але удел у выборах вы решил принять обовязково. И хоть за великой нагрузке особиста с кандидатами не сустракался, але упевнены, что сегодня зарабил правильный выбор. Критериям выбирал, из биографии я выносил какие-то особенности как человека, какую профессию выбрал человек, где он развивается. И исходя из этого делал свой выбор. Алексей Нцюров, Марина Джалая, Валерий Гопанько, телерадо-компания «Гомель».